Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как сохранить посадочный материал цветов, который представлен луковицами, клубнелуковицами, корневищами и другими вегетативными частями растений. Проблема сохранения посадочного материала особенно сильно стоит перед теми, кто покупает такой посадочный материал в интернет-магазинах. Ведь интернет-магазин может прислать вам этот материал вовсе не к сроку непосредственно посадки этого материала, и вам до этого срока посадки необходимо его сохранить. Кроме того, садовые центры начинают торговать этим посадочным материалом. Бывает, что и за два, и за два с половиной месяца до сроков его посадки, когда вы его принесли из магазина, вам надо обеспечить ему хорошее адекватное хранение. Вот у меня передо мной здесь несколько различных типов посадочного материала, который был любезно предоставлен интернет-магазином про цветок, и сейчас мы с вами о нем и поговорим. Ну вот первое, что меня заинтересовало, это лилия. Вот такая вот луковица лилии, просто это вообще одна луковица у них считается, с корнями и с такими совершенно спящими почками. Вот такое состояние лилии является абсолютно идеальным. При этом вот такая лилия отгружается со склада интернет-магазина. Но пока она едет в почте, а посылки могут храниться и в теплом состоянии, например, в каком-то складе, то лилия может уже начать расти и начать прорастать. И я сталкивался с ситуациями, когда к концу сезона продаж лилия уже вырастает вот-вот настолько, и уже даже вытаркивается из этого пакета, и уже видно, что там сформировались, сформировался и стебель, и кое-какие листики. Значит, если вы получаете лилию или покупаете лилию вот в таком состоянии, идеальном, в этом случае с ней ничего не надо делать, кроме того, чтобы поместить ее в холодильник. После того, как вы ее поместили в холодильник, вам нужно лишь периодически, раз в неделю, проверять, не высох ли тот субстрат, в котором она находится. Если же вы получили луковицу лилии не в субстрате, то в этом случае необходимо добавить туда или опилки, или торф, ну или может просто землю, которую вы садите рассаду, для того, чтобы обеспечить достаточное сохранение влаги там внутри. И оставьте ее в покое в холодильнике, на балконе еще где-то, где температура будет от нуля, там может быть даже минус 2 градуса, до плюс 5. В принципе, в отношении всех остальных, луковиц, клубней и корневищ, которые сохраняются вот именно в таком торфе, то есть это речь не идет о луковицах, которые с сухими чешуями, как например у репчатого лука или у гладиолуса, о чем мы поговорим с вами в следующем видео, а вот именно у таких вот более корневищных растений. Вот условия их хранения примерно у всех вот такие, как я рассказал для луковицы лилии. Ну вот здесь у меня есть георгин. Вот он был немножечко какое-то время в теплом месте, буквально тут 3-4 дня, и вот я уже вижу, что проснулись почки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если он у меня еще в теплом состоянии постоит неделю, то я уже увижу здесь и листочки из этих почек. Конечно, это не самое будет лучшее состояние для хранения этого георгина, поэтому я тоже его положу в холодильник. Обратите внимание, что у георгина, если вы получили его по почте, и вы не видите почек, ничего страшного в этом совершенно нету. Дело в том, что они просто не проснулись и проснутся чуть-чуть позже. Главное обратить внимание вот на эти вот клубеньки, чтобы они не были абсолютными сухариками. Если они немножечко подсохли и морщинистые, это тоже не страшно. Но важно, чтобы они не были совершенно сухарями высохшими такими. Что же делать, если у вас растение выросло уже слишком сильно? Ну вот тут у меня хоста есть с корешками, все живое, вот даже 3 почечки, это достаточно хорошо для хосты. И есть вот такая вот канна, которая уже тоже пошла расти. У канн вообще как такового периода покоя нету. Они просыпаются, как только у них температура позволяет начать им расти. Все-таки тропические растения, видите, она уже начала отрастать. И если здесь появится уже один настоящий такой лист вывернется, то в таком случае я бы эту канну просто-напросто взял и посадил горшок в землю. И держал бы на подоконнике до тех пор, пока бы не пришла пора пересадить ее в землю. В принципе, то же самое справедливо и для хосты, и для лилии, и для георгина. Если вы все-таки получили материал уже сильно выросший, с такими ягодовидными побегами, длинными, которые жалко повреждать, отламывать, то в этом случае, конечно, нужно их посадить в горшок и держать до периода посадки на свету в теплом месте с поливом. Надеюсь, что они не очень сильно вытянутся. Если вы подсвечиваете рассаду, значит вы можете куда-то подставить под свет немножечко, чтобы они не вытягивались и сохранили компактную форму до времени пересадки. Что ж, надеюсь, что наша информация поможет вам сохранить такие растения до периода посадки. В следующем видео мы с вами поговорим о сохранении другого типа луковичных, у которых имеются сухие чешуи или близких к ним луковиц. Для того, чтобы не пропустить эти видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик вот в этом вот углу. И надеюсь, что вы будете с нами и дальше, комментируйте, задавайте ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всего хорошего!